Макияж на выпускной вечер. Вот что волнует всех выпускниц, которые уже выбрали себе платье. Но как выбрать подходящий модный мейкап, знает Дана Мухаммед Кызым. У выпускников много хлопот, ведь они вовсю готовятся к итоговой аттестации. Но думают они не только об учебе, но и о своем образе на главный и последний праздничный вечер школьных лет. Выпускница Алиса все последнее время упорно готовилась к экзаменам. Но жить одними учебниками не получается. Страница с мейкапом от Даны Мухаммед Кызы заставила подумать и о макияже на выпускной бал. Девушка отправилась на зов модной страницы. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дана. Я очень слабая. Мне нужен макияж на выпускной вечер. Хорошо. Как видите, Дана мой нарядный выпускной вечер уже по-доброму. Я хочу макияж, чтобы мой гармонировал с моим платьем. Я учу все ваши пожелания и постараюсь сделать все хорошо. Визажист Дана использует в вечернем макияже особенную технику. Но в первую очередь учитываются предпочтения клиенток. Отличительная черта в том, что я работаю совершенно разными продуктами. У меня есть свойства. Я все абсолютно миксую между собой. То есть, если мне нужна тональная основа с эффектом свечения, то я могу добавить мерцание, пигменты в тональную основу. Все это миксануете и нанести на кожу. Абсолютно не вредно. Наоборот, сейчас в декоративной косметике очень много в составе уходовых средств и витаминов. Следуя своему особенному методу, Дана смешивает косметические средства и создает яркий романтический образ юной красавицы. Техникой правильного нанесения мейкапа она охотно поделилась с нами. Схема такова. Сначала тон, потом брови, глаза и губы. В нанесении базового тона Дана использует необычную технологию. Я работаю на аэрографии Temp2S Pro. То есть, это бесконтактное нанесение макияжа. То есть, это идет распыление тона. То есть, тон держится более суток до того момента, пока вы не смоете его. Но вы не видите слоя абсолютно. Кожа достаточно сухая, поэтому база у меня будет увлажняющая. Дана, почему именно на эти участки отца вы наносите оконтелье более очищенную? Я увлажнила кожу, затем нанесла тональную основу. И тональная основа выровняла, но есть покраснения и синячки под глазами. И я хочу все это активно перекрыть. Говоря о бровях, Дана дал отдельный совет всем девушкам и женщинам. Сейчас в тенденции 2017 года в основном лежат именно широкие выразительные брови. Но очень сильно перегружает начало именно. Если вы заметите, я сделала градиент цвета. То есть, я растушевала. Вначале идет более такой легкий цвет, а дальше идет уже более интенсивный. Так будет правильно. И тем самым мы не перегружаем лицо. Вот, наконец, мы дошли до глаз. Да, ну и какую цветовую палитру вы выберете для нашей восклицы? Я буду делать серую растушевку и по краям положу черный цвет. Для того, чтобы сделать глаз более углубленным, четким и выразительным. Особо важная часть макияжа – это визаж глаз. Именно глаза первое, на что обращают внимание. Со слов молодого мастера, мейкапа в этом сезоне в моде блеск. Его могут создать бронзовый, серебристый, золотистый цвета, а также металлические оттенки. Последние Дана выбрала для нашей выпускницы. Еще один совет Даны в макияже. Ярким должно быть только что-то одно – глаза или губы. В случае с Алисой были подчеркнуты глаза, поэтому губы сделали менее яркими, чтобы выдержать контраст. Теперь, когда мейкап к выпускному готов, оставалось послушать мнение самой выпускницы. Мне безумно понравился мой макияж, хоть он и не такой цветовой гаммы, как мое платье, но он очень сочетается с моим воротником. Мне понравилось то, что Дана акцентировала внимание на глазах. Они стали более выразительные и яркие. Дана профессионально занимается визажем уже 4 года. В коллекции наград девушки множество дипломов и грамот. В сезон выпускных вечеров она полна идей о разных образах в макияже. Записаться к визажисту может любая девушка. Ее инстаграмный адрес вы видите на экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова